Сверим часы по настоящему времени из студии в Вашингтоне. Вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. Репутация дороже. Американские корпорации отказываются от сотрудничества с главным оружейным лоббистом в США, Национальной стрелковой ассоциации. А школьники, пережившие трагедию, сегодня впервые вернулись в классы. Отменить нельзя, продлить. Верховный суд США отказал администрации Трампа в пересмотре запрета на отмену программы защиты детей нелегальных иммигрантов. Судьба мечтателей по-прежнему в руках законодателей. А также память о Борисе Немцове. В крупнейших городах России и в Нью-Йорке прошли акции к третьей годовщине убийства политика. В Вашингтоне готовятся к открытию площади Немцова. В рамках часа новости экономики от наших коллег в Нью-Йорке начинаем с дайджеста новостей. От Олеся Круглякова. Спасибо, Рома, коротко о событиях в мире и США. Дональд Трамп считает, что власти должны более внимательно относиться к информации о потенциально опасных лицах, вроде той, что оказалось в распоряжении спецслужб накануне стрельбы во Флориде. Об этом он заявил на встрече с американскими губернаторами в Белом доме. Трамп призвал укрепить безопасность школ, пообещав штатам федеральную помощь, а также вновь заявил о необходимости запретить скользящие приклады, приспособления, которые превращают полуавтоматическое оружие в автоматическое. При этом президент заверил губернаторов, что не нужно бояться лоббистов Национальной стрелковой ассоциации. Они на нашей стороне, сказал он. Тем временем Национальная стрелковая ассоциация выступила против предложений Трампа об изменении законов о владении оружием, которые он выдвинул после стрельбы во Флориде. Влиятельное оружейное лобби не поддерживает повышение минимального возраста покупателя оружия и запрет на скользящие приклады. Об этом заявила представитель НСА Дана Лоэш, выступая на телеканале ABC. Трамп пользовался поддержкой НСА на выборах 2016 года и нередко высказывался в поддержку права на владение оружием. Однако в связи с приближением ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс от Трампа и республиканцев в целом требуют, чтобы они продемонстрировали озабоченность вопросами школьной безопасности. Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать апелляцию администрации Трампа на постановление федерального судьи от 9 января, который приостановил решение президента о прекращении программы Дака. Эта программа защищает от депортации так называемых мечтателей, нелегально ввезенных в страну родителями. Как говорится, в заявлении решение по этому вопросу должен принять нижестоящий апелляционный суд, и лишь потом его могут рассмотреть судьи Верховного суда. Тем временем у конгрессменов остается всего неделя, чтобы договориться по поводу мечтателей. Взамен на программу Дака Дональд Трамп требует выделить средства на строительство стены и пересмотреть иммиграционное законодательство. Президент России Владимир Путин распорядился ввести ежедневную гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте. Она начнет действовать со вторника с 9 до 14 часов по местному времени и будет включать в себя создание гуманитарного коридора для выхода мирных жителей. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, это решение основывается на резолюции Совета безопасности от 24 февраля. Генсек ООН Антонио Гутерриш, выступая в Женеве, заявил, что учреждения ООН готовы предоставить помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты. Настало время остановить этот ад на земле, сказал Гутерриш. Посол Соединенных Штатов в России Джон Хансман назвал невозможным вмешательство США в российские выборы. «Это кажется мне не имеющим смысла, так как мы очень ценим наши отношения», заявил он корреспонденту ТАСС, добавив, что такой обмен заявлениями мог бы привести к излишней эскалации. По словам Хансмана, у него не было контактов ни с кем из кандидатов в президенты России, хотя со временем он может с кем-то из них встретиться. Посол подчеркнул, что его первоначальной целью является встреча с представителями властей, но в будущем он собирается больше узнавать людей вне правительства. Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации сайт Алексея Навального. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сайт Навального стал доступен после того, как были удалены страницы с расследованием о связях бизнесмена Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Как заявил оппозиционный политик, основная программа распространения расследования выполнена. Его продолжают смотреть в Ютьюбе, а страницу с расследованием на его сайте уже почти никто не посещает. Блокировка сайта началась после обращения Дерипаски в суд Усть-Лабинска Краснодарского края с жалобой на распространение его личной информации. Это пока все новости. Рома, тебе слово. Да, Олесь, благодарю тебя. А мы начинаем, конечно, с главной темы дня в Америке. Сегодня учащиеся и педагоги старшей школы в городе Паркленд вернулись в учебное заведение. В те же самые здания и классы, где 12 лет назад произошла массовая стрельба и погибли 17 человек. Учеников, многие из которых пришли с родителями, встречали усиленные наряды полиции и психологи. Занятий сегодня не было. Лишь встречи с учителями и администрации уроки по обычному расписанию начнутся только в среду. Пока же школьники вновь и вновь выходят на акции против оружия. И многих призывов уже услышаны, по крайней мере, корпорациями, крайне чувствительными к репутационным издержкам. Крупные компании одна за другой отказываются от сотрудничества с Национальной стрелковой ассоциацией, главным оружейным лоббистом США. Дарья Дейгутс изучила список одумавшихся. Хэштег «Бойкотируй НСА» не новый, но после стрельбы в школе во Флориде компания против оружейного лобби разразилась с новой силой. Одним из первых на призыв прекратить сотрудничество отреагировал крупнейший американский частный банк Аклахомы. Его руководство упразднило кредитную карту НСА, которая давала различные скидки и бонусы. Затем по стрелковой ассоциации проехались компанией по прокату автомобилей. «Энтерпрайз» объявила о сворачивании программ для членов НСА. Компании «Баджет», «Херц» и «Эвис» рассказали о намерении сделать то же самое. Следующим удар нанесли авиаперевозчики. Компания «Дельта» долгие годы была официальным перевозчиком ассоциации во время ежегодных съездов. Больше летать по выгодным тарифам не получится. «Дельта» обращается к НСА, чтобы уведомить их о том, что мы прекращаем действия контракта, предусматривающего тариф со скидками для грубовых перелетов. Мы также требуем убрать напоминания о нас с их веб-сайта. Возить оружейников по специальным ценам сразу же отказался и еще один авиагигант. Компания «Юнайтед». Да что уж говорить, даже семантик, которая производит программное обеспечение, отказала НСА в сотрудничестве. На технологические компании в социальных сетях оказывают особенное давление. В частности, активисты призывают видеосервисы Google, Apple и Amazon прекратить трансляцию канала НСА, который, по мнению активистов, занимается пропагандой оружия. В НСА компанию называют атакой на вторую поправку. В таком же ключе на прошлой неделе о компании в СМИ высказался и глава ассоциации Уэйн Лапьер. Они ненавидят НСА, они ненавидят вторую поправку, ненавидят права и свободы. Призывая к ожесточению контроля, они демонстрируют себя настоящих. Для них это не вопрос безопасности, это вопрос политики. В Национальной стрелковой ассоциации 5 миллионов человек. Впрочем, руководство всячески отрицает, что бойкот будет иметь серьезные финансовые последствия. А вот что может отразиться на НСА, это усиление противостояния с корпоративной Америкой. На прошлой неделе в статье New York Times обозреватель издания призвал банки запретить покупать оружие с помощью своих кредитных карт. И хотя ныне такое решение маловероятно для ассоциации, это сигнал, что стрельба во флоридской школе может стать поворотным моментом в дискуссии о контроле за оружием. Дарья Дигут, Дмитрий Шаха. В настоящее время Америка. Вашингтон. В самой Национальной стрелковой ассоциации сейчас явно готовятся блокировать попытки ужесточить правила продажи оружия. Там, в частности, уже высказались против предложения Дональда Трампа увеличить минимальный возраст для покупки штурмовых винтовок с 18 до 21 года. Зато активно поддерживают идею вооружить учителей. В любом случае сдаваться сторонники второй поправки не намерены. И продажи, как обычно бывает в таких случаях, наверняка лишь вырастут. Ануш Аветисян отправилась в оружейные магазины, чтобы понять, как проверяют покупатели и как там относятся к призывам ограничить оборот оружия. Мы вас просим немедленно покинуть территорию магазина. Так, владельцы оружейных бизнесов, расположенных недалеко от Вашингтона, реагировали на наши просьбы об интервью. В сообществе владельцев оружия многие говорят, что Трамп предал их, предложив ужесточить проверки при приобретении оружия в ответ на массовый расстрел в школе Флориды. Все говорят, что это случилось из-за психических отклонений убийцы. Мы должны не забывать, что проблема не только в этом. Он не смог бы убить так много студентов ножом. По статистике, после каждой массовой стрельбы в США наблюдается всплеск продажи оружия. И заполненные десятками машин, стоянки оружейных магазинов, тому свидетельство. Сторонники свободного владения оружием запасаются амуницией на случай изменений в законах. Если предложенный президентом запрет на скользящие приклады, превращающие полуавтоматическую винтовку в автомат, будет введен, то сначала законодатели столкнутся с юридическими сложностями. Подобная инициатива противоречива. Если несколько дней назад эти приклады были не так популярны, то сейчас их быстро раскупают. У нас нет скользящих прикладов. Спроса на них нет. Таков был ответ владельца оружейного магазина на просьбу продемонстрировать скользящий приклад. Шон Паулин впустил нас в магазин при одном условии – не снимать посетителей. А их было немало. Этот бизнес уже два года процветает на оживленной улице города Арлингтона, недалеко от детского сада. Паулин говорит, 99,9% его клиентов покупают оружие для совершения законных действий и в целях самообороны. Главным методом проверки психического состояния покупателя этот бизнесмен называет интуицию. У нас есть право отказывать в обслуживании просто потому, что мы так решили. Мы можем дискриминировать по собственным убеждениям. Причина не нужна. И мы пользуемся этим правом постоянно. Впрочем, интуиция – метод неформальный. Официальная процедура проверки благонадежности покупателя сложнее. Самый популярный вид оружия в штате Вирджиния – это пистолеты. Для того, чтобы приобрести их или любое оружие, необходимо заполнить этот бланк и ждать от пяти минут до трех дней. За это время ФБР должно проверить, иметь ли желающий приобрести оружие судимости и проходил ли лечение у психиатра. Если четкого ответа дать в столь короткий срок не могут, человек имеет право владеть оружием, пока расследование продолжается. Именно благодаря этому в 2015 году Дилан Руф, который был фигурантом дела о хранении наркотиков, смог приобрести оружие и расстрелять 9 человек в церкви в Чарлстоне. Местные и федеральные органы власти должны тщательнее выполнять свои обязанности. В таком случае не было бы стрельбы в Чарлстоне, в Техасе, где руководство военно-воздушных сил США не сообщило ФБР о криминальном прошлом стрелка. Во Флориде, где полиция и ФБР не отреагировали должным образом на многократные жалобы в адрес будущего убийцы. В центре за американский прогресс убеждены, как существующие законы, так и новые меры, предложенные президентом Трампом, вряд ли решат проблему массовых расстрелов в США. Продажа оружия только лицам от 21 года, запрет скользящих прикладов, улучшение системы проверок информации о психическом здоровье покупателей – это лишь первый шаг на пути решения проблемы. Идея вооружить учителей, даже если только определенную часть, достаточно спорная. Вместо того, чтобы превращать школы в военную зону, необходимо запретить продажу оружия стиле AR-15, с помощью которого были совершены все эти немыслимые преступления. Тысячи школьников заявили о намерении бороться с влиянием оружейного лобби. До тех пор, пока не убедятся, что массовый расстрел во Флориде останется последней подобной трагедии. Тем временем, на фоне споров и обсуждений, владельцы оружейных магазинов продолжают вести бизнес и избегают лишнего внимания прессы. Ануша Витясян, Сергей Москалев, Настоящее время Америка, штат Вирджиния. Обсуждал проблему оружия и вообще обеспечение безопасности в школах Дональд Трамп сегодня и с губернаторами штатов, которые собрались в Вашингтоне на ежегодную конференцию. Впрочем, судя по твиттеру, президент это не единственная тема, которая его волнует. Хозяин Белого дома активно высказывается о решении комитета по делам разведки Конгресса все-таки опубликовать меморандум демократов о правомощности действий ФБР в российском деле. Мы неоднократно рассказывали об этом скандале. Андрей Деркач подробнее. Да, Рома, благодаря решению Конгресса демократам все-таки удалось сделать достоянием общественности отредактированную версию своего меморандума, в котором они по пунктам опровергают выводы, сделанные в аналогичном документе республиканцами. Согласно меморандуму, автором которого стал конгрессмен демократ Адам Шиф, ФБР не вводила суд в заблуждение при получении ордера на слежку за Картером Пейджем членом штаба Трампа. Информация от британского шпиона Стилла, автора, как заявляют республиканцы, проплаченного демократами компромата на Трампа, не была основным аргументом при получении разрешения суда, говорится в документе. ФБР в своем запросе использовало данные, полученные из различных источников. Дональд Трамп в Твиттере назвал меморандум демократов полным провалом. Он считает, что в нем только подтверждаются выводы республиканцев. Правда, акценты Трамп проставляет уже другие. Кстати, пользователи соцсетей отметили, что Трамп не совсем точно процитировал телеканал. Один из комментаторов пишет. Вообще-то на Fox News было сказано, что конгрессмен Шиф утверждает, что меморандум республиканцев пропустил и исказил основные факты. Вы буквально удалили пять самых важных слов. На Fox News по телефону выступил и сам Трамп. Адама Шифа. У него заседание, у него закончилось заседание, он созывает репортеров. Знаете, он плохой парень. И его меморандум ни про что. Это на той стороне происходит много плохих вещей, а не на этой. То, что они сделали, это обман. И кто-то что-то должен с этим сделать. И этот кто-то, вы сами знаете кто. Сами знаете кто. В данном случае это генпрокурор Джефф Сэшенс, которому периодически достается от Трампа. Но главный объект для нападок здесь, конечно, автор меморандума Адам Шиф. В последние дни он также не сдерживает себя ни в Твиттере, ни в эфире телеканалов. Не удивлен тем, что Белый дом попытался похоронить наш меморандум. И тем, что президент почувствовал необходимость выступать на Fox, чтобы объяснить, почему два его советника по внешней политике тайно беседовали с русскими. Просто этим фактам сложно найти оправдание. Партийное противостояние заметно влияет на ход расследования российского дела, которое ведут различные комитеты Конгресса. CNN сегодня пишет, что шесть высокопоставленных республиканцев на Капитолийском холме высказались против попыток изучения финансовых дел Трампа на предмет их связи с русскими. Комитет по разведке палаты представителей ранее уже пытался получить кое-какую информацию от Deutsche Bank, крупнейшего кредитора от организации Трампа, чтобы выявить возможные схемы отмывания денег. Deutsche Bank – это немецкий банк, не вижу здесь связи. В любом банке есть русские клиенты, считает, к примеру, республиканец Майк Коновый. Другое мнение у спецпрокурора Мюллера, которого Трамп уже обвинил в превышении полномочий именно из-за его запросов в Deutsche Bank. Но сегодня пресса пишет о новом факте давления спецпрокурора на Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба Трампа. Агентству Reuters удалось узнать об очередных обвинениях. Они касаются кредита, который тот получил на рефинансирование своего дома в Бруклине в момент, когда оформлял процедуру банкротства четырех других объектов недвижимости в Калифорнии. Ни кредитор, ни бывший глава штаба Трампа, ни занимавшийся процессом банкротства адвокат, о кредите судье не сообщил, что является нарушением закона. Напомним, Манафорт пока свою вину во многочисленных эпизодах мошенничества не признает, в отличие от своего коллеги Рика Гейтса, и желание сотрудничать со следствием не проявил. Но, видимо, только пока. Рома? Да, спасибо, Андрей. Сегодня администрация Дональда Трампа проиграла очередную судебную битву вокруг одной из самых спорных инициатив президента. Верховный суд отказал Белому дому в просьбе срочно рассмотреть решение ниже стоящего федерального суда, который запретил выполнять указ Трампа о прекращении программы защиты мечтателей, то есть молодых людей и подростков, которых в США нелегально привезли родители-мигранты. Судьи отправили дело в обычный апелляционный суд. Решение Верховный суд принял буквально за неделю до дедлайна. 5 марта истекает срок, который Трамп отвел к Конгрессу на принятие закона о будущем мечтателей. Но согласия между республиканцами и демократами по-прежнему нет. Что собираются делать молодые люди и каким видит выход из положения эксперты, узнала Леся Боколец. Лизет улыбается на камеру и старается не показывать волнение. Но первым делом признается, уже забыла, когда спокойно спала. Каждый вечер я ложусь спать и не знаю, что будет завтра, что решит Конгресс, будет ли он предпринимать какие-то действия. Скорее всего, нет. Это очень страшно жить вот так. В Америку она попала четырехмесячной. Родители бежали из Боливии и нелегально пересекли американскую границу. Таких, как она, в Штатах называют мечтателей. Это молодежь, которая выросла в Америке и считает ее родной страной. Программа, принятая президентом Обамой, позволила этим молодым людям жить в Штатах легально. Большинство смогли найти лучшую работу после принятия программы Дака. Каждый десятый купил себе дом, а пять процентов начали свой собственный бизнес. Но 5 сентября президент Трамп отменил программу Дака и поручил Конгрессу решать судьбу мечтателей. Срок дал до 5 марта. Сфокусируйтесь на программе Дака на этой неделе. Своё решение проблемы президент предложил Конгрессу в начале этого года. Он согласен легализовать мечтателей, но взамен законодатели одобрят строительство стены на границе с Мексикой, отменят лотерею грин-карт и запретят цепную миграцию. В средине февраля Сенат неделю обсуждал законопроекты и не принял ни одного. Решение не принято. Причина в бездействии демократов, уверен президент. Для тех, кому эта тема всё ещё интересна, демократы абсолютно забыли о программе Дака. С их стороны не видно никакой заинтересованности в решении проблемы. Президент намекает на крайний срок, но на сегодняшний день он отсутствует. В январе федеральные суды Калифорнии и Нью-Йорка решили, Трамп не имел права отменять программу. То есть сейчас действие программы продолжается, и её участники снова могут подать заявку на продление документов. Лиза такой возможностью воспользовалась, говорит, узнала о судебном решении как раз на свой день рождения. Вот, система показывает статус, мой ещё в процессе. Обычно это занимает около четырёх месяцев. Но юристы предупреждают радоваться рано, поскольку решение федеральных судов может в любой момент отменить Верховный. Тогда запрет Трампа снова вступит в силу. У Верховного суда есть несколько вариантов. Он может назначить рассмотрение дела или, например, сразу отменить решение федеральных судов без какого-либо обсуждения. Сегодняшнее решение Верховных судей администрация Трампа не могла обращаться напрямую к ним в обход апелляционного суда. Если же Верховный суд в дальнейшем всё-таки станет на сторону президента, это будет окончательный конец программы ДАКа. С момента принятия такого решения каждый день около тысячи молодых людей будут терять право на легальную жизнь в Америке. Без документов они как минимум не смогут работать. В худшем случае мечтателям грозит депортация. Но в такой вариант эксперты не верят. Это дорого, как минимум 10 тысяч долларов, чтобы выдворить из страны одного человека. И долго. Сейчас одно дело в миграционном суде рассматривается около четырёх лет. Не думаю, что дело дойдёт до депортации. Нет, не хочу в это верить. Но даже при самом худшем сценарии Лизет уже решила – отсюда не уедет. Потому что Америка – её дом. И другого она просто не знает. Лей Собакалец, Филипп Василенко, Артём Кухан. Настоящее время Америка. Вашингтон. Теперь о главном политическом событии выходных в России. Тысячи людей в крупнейших городах страны вышли на акции памяти Бориса Немцова, с момента убийства которого исполнится три года. Крупнейший марш состоялся в Москве. Наш телеканал освещал акции в прямом эфире о том, как вспоминали одного из самых ярких политиков России 90-х и 2000-х в материале Вадима Оленичева. Почтить память Бориса Немцова, бывшего вице-премьера России, а затем, что председателя оппозиционной партии «Народной свободы» Парнас, вышли в воскресенье на улицы жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Киева и других городов. Загазчики убийства до сих пор не наказаны. Они до сих пор на свободе. А человек был убит за свои политические взгляды в сегодняшней России. Мы должны об этом помнить. Участники акции несли плакаты с надписями «Те, кто борется с этим режимом – патриоты. Путин, где заказчик?» И девиз самого Немцова «Россия будет свободной». Друзья и единомышленники оппозиционера заявили, что вышли на акцию по многим причинам. Во-первых, почтить его память. Во-вторых, потребовать привлечения к ответственности заказчиков этого убийства. Потому что исполнители в тюрьме, но заказчики до сих пор гуляют на свободе. И, судя по всему, до сих пор занимают высокие государственные посты. В-третьих, это то, чтобы выразить солидарность с теми идеями, за которые Немцов боролся, за которые, в конце концов, отдал свою жизнь. Ему было не страшно сказать так, как есть на самом деле. Ему было не страшно обвинять. Ему было не страшно требовать правды. И в этом смысле, мне кажется, и память людская, она это показывает, что это был один из самых ярких, удивительных политиков нашей страны. По оценкам московских властей, в столичной акции приняли участие около 4,5 тысяч человек. Организаторы считают, что в ней участвовали от 7 до 20 тысяч. Многие люди, пришедшие на митинги, указывали на возможную причастность властных структур к устранению Немцова. На мой взгляд, убийство Немцова – это своеобразная акция, чтобы запугать всех оппозиционно-сторонных людей. И мы стоим с ними, показывая, что мы не боимся, нам не страшно, даже если нас власть пытается убить. В шествиях также приняли участие кандидат в президенты России Григорий Явлинский, соратник Немцова и лидер Парнаса Михаил Касьянов, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексея Навальный и многие другие активисты. В целом, демонстрации прошли в спокойной обстановке. В тех городах, где есть памятники жертвам политических репрессий, к ним были возложены цветы. День памяти Бориса Немцова отметили в Нью-Йорке. Несколько десятков русскоязычных жителей города провели акцию напротив Генерального консульства Российской Федерации. Ее участники, среди которых были политические активисты, вынужденные покинуть Россию в последние годы, принесли цветы компромизированному мемориалу убитого оппозиционера. Многие лично знали Бориса Немцова и делились своими воспоминаниями о нем. Митинг был также акцией протеста против политики президента России Владимира Путина, на которого собравшиеся возлагают ответственные за убийство Немцова. Звучали и требования освободить политзаключенных в России. Его, конечно, трагическое, страшное убийство рядом с Кремлем в 2015 году. Это символ того, что со всеми нами в каком-то смысле происходит, с нашими свободами. И, конечно, это новый уровень ужаса, репрессий в нашей стране. Немцова! Не забудем! Путина! Не прости! После гибели Бориса Ефимовича я каждый год, в первый год, второй, третий, делаю акции «Такие памяти» Бориса Ефимовича, потому что я работал в его движении в Москве, в движении «Солидарность». И очень уважаю этого человека. Для меня это шок был, когда его убили. Помимо этих акций мы проводим, акции по защите политзаключенных. Мои друзья в Москве, когда многих посадили, то есть это один из них, который сидел, Ильдар Дадин. Сейчас посадили несколько дней назад Дмитрия Борисова. Сейчас идет суд на Дериса Бахолдина. Это все друзья, с которыми я был в оппозиции. То есть это мои личные друзья. И людям не дают право голоса, людям не дают говорить. Кто начинает говорить против системы, их сразу сажают или уничтожают. То есть как убили Бориса Ефимовича, который говорил правду, который был бороться с этим путинским режимом. Так же было, как и с Политковской, и со всеми остальными. Кто идет против режима, их убивает или сажает. Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Борис – это, конечно, колоссальный, наверное, символ все-таки для того, что мы не смогли сделать в России, на самом деле. Для того, что нужно было сделать, и он это знал. А мы не додумали, не успели, а он погиб. И это символ, который надо теперь нести долго, для того, чтобы в конце концов мы победили. Мне кажется, что Родина – это не географическое понятие. И я считаю, что это очень круто, что люди здесь ощущают себя частью России. И у них болит сердце за Россию, и они готовы что-то делать. И сегодня в Москве вышло 10 тысяч, здесь, наверное, человек 50. Но это не важно. Каждая память очень цена. Завтра, 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, в столице США появится площадь имени политика. Имя убитого российского политического деятеля присвоят скверу напротив российского посольства в Вашингтоне. Церемония открытия состоится в полдень. И наш телеканал расскажет об этом событии в прямом эфире. Полную прямую трансляцию вы сможете увидеть также на странице «Голоса Америки» в Фейсбуке. Не пропустите. 26 февраля в Украине может стать официально днем сопротивления российской оккупации. Соответствующий указ рассматривает президент Петр Порошенко. Неофициально этот день и так уже отмечали. Именно 26 февраля 2014 в Крыму прошел многотысячный митинг. В Верховный совет полуострова тогда пикетировали крымские татары и местные активисты с лозунгами «Крым не Россия». С момента аннексии многие крымские татары были вынуждены покинуть полуостров, опасаясь преследований. Одна из самых больших крымско-татарских общин проживает в Нью-Йорке. Ксения Туркова о том, как живут крымские татары в Америке. Житель нью-йоркского Куинсона Риман Асанов хочет, чтобы его музыка звучала в Крыму. В Америке он живет с середины 90-х, закончил здесь консерваторию, но всегда хотел вернуться в свой Крым, в котором и побыть-то успел всего 6 лет, после того, как его семья вернулась на полуостров после долгой депортации из Узбекистана. В 2014-м жена поехала в Крым, а Сановы готовились к переезду. Но потом случился март, и все изменилось. Я сразу, как говорится, страницу не переворачивал, я все еще надеялся на что-то. А когда начались исчезновения людей, первый же демонстрант-одиночку, назовем Решатор Амедов, исчез, нашли там через месяц изуродованным. Ну, я понял, что все, наш геноцид продолжается. Отца Наримана вместе со всеми депортировали из Крыма в мае 44-го года. Сначала на Урал, потом в Узбекистан. Там он стал одним из осужденных по ташкентскому делу, попал в тюрьму за участие в демонстрации. Мать исключили из института. Нариман вспоминает, как они с сестрой нашли под кроватью у родителей коробку с какими-то бумагами. А там письмо советскому правительству с вопросом о положении крымских татар. И ответ – у нас такой национальности нет. Я понял, что мы не совсем простая нация, я понял, что мы не должны жить в Узбекистане. По выходным Нариман дает уроки скрипки детям. Это центр крымско-татарской культуры в Бруклине. Крымские татары, которые живут в Нью-Йорке, привозят сюда детей на уроки родного языка, музыки и танца. В этом небольшом здании – это наш кусочек Крыма. И мы об этом никогда не забываем. Мы всегда стараемся жить здесь нашим народом, нашим искусством, нашим творчеством. Все, что там происходит в Крыму, мы все очень хорошо знаем. И мы переживаем, и как только можем, стараемся помочь. Зульфира Асанова говорит, они с Нариманом просто однофамильцы, не родственники. Хотя друг к другу и ко всем, кто остался в Крыму, относятся как к родным. Именно поэтому так и переживают о происходящем. Люди приходят молиться, а там в это время приходят их и арестовывают. Террористами называют. Люди выйдут с плакатами, пишут, мы не террористы, а их за это арестовывают. Понимаете? Поэтому мы это все видим, мы это все слышим. Те, кто переехал сюда совсем недавно, говорить не хотят. Считают, что пока это может быть небезопасно. Ведь среди них есть те, кто участвовал в митинге сопротивления 26 февраля 2014 года. Интересы крымских татар в Америке представляет Айла Баккали. Она регулярно общается с членами Конгресса и Сената и рассказывает им об обстановке в Крыму. Они слушают наши истории и они это берут на заметку. Это часть демократического процесса. Мы продолжаем нашу активность, продолжаем обновлять информацию. Если вы о нас ничего не слышите, это не значит, что в Крыму все в порядке. Есть много как открытой, так и неизвестной информации о том, как преследуют и арестуют крымских татар в Крыму. На крымских татарах, говорит Айла, как на коренном народе Крыма лежит большая ответственность, потому что другой родины у них нет. Моя маленькая боль, большому несчастью, влита в это огромное такое мировое противостояние. Вам хотели вернуться? Конечно, да, с удовольствием. Причем, даже скажу сразу, не куда-нибудь там на Ялтинскую главную морскую набережную, уличку. Нет, мне вот там вот, где вот я пожил 6 лет, в Центральном Крыму, мне нормально. Честно сказать, даже и пыль, и грязь даже нормально уже. Лишь бы была. Ксения Туркова, Майкл Эккелс, Настоящее время, Нью-Йорк. Новые бомбовые удары авиации Асада и их российских союзников по Восточной Гуте. Прошли в эти выходные, режим Дамаска продолжает атаковать последний оплот оппозиции, несмотря на требования ООН о 30-дневном прекращении огня, необходимого, чтобы спасатели и медики могли попасть в этот район и оказать помощь нуждающимся. По данным правозащитников, число жертв в Восточной Гуте за последнюю неделю превысило 500 человек. Санжар Хамидов подробнее. Объявленное ООН-перемирие Восточной Гуте так и не наступило. Все выходные сирийско-российская военная группировка продолжила артобстрелы и бомбардировки последнего форпоста оппозиции в окрестностях Дамаска. Этого малыша спасатели вытащили из-под обломков упавшего здания. Наступление правительственных сил на Восточную Гуту не остановилось и после того, как Совбезон принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня. Сразу после голосования посол США Ники Хейли обвинил российскую делегацию в задержке голосования. Весь Совет Безопасности ждал Россию, но после долгого ожидания в резолюции почти ничего не изменилось, за исключением нескольких слов и некоторых запятых. Сирийскому народу приходится умирать, ожидая, пока посол России получит инструкции из Москвы или обсудит их с сирийцами. Правозащитники Сирийского центра по наблюдению за правами человека сообщили, что после предполагаемой атаки с использованием химического оружия в воскресенье в Восточной Гуте скончался ребенок. У более 10 человек наблюдался паралич дыхательных путей. Глава российского внешнеполитического ведомства опроверг заявление правозащитников, назвав его дезинформацией. Будет ли кто-то пытаться использовать эту резолюцию, это перемирие для достижения иных целей, будут уже пытаются. Уже пошли через средства массовой информации вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества со ссылкой, причем это сделано какого-то анонимного персонажа, живущего в Соединенных Штатах Америки. На заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин объявил, что режим временного прекращения огня начнет действовать во вторник. Британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщает, что прекращение огня будет проходить с 9.00 до 14.00 по местному времени ежедневно, то есть будет продолжаться 5 часов. Тогда как согласно резолюции Совета безопасности ООН за номером 24.01, кстати, подписанного представителями режима Асада и Кремля, всем сторонам предписано безотлагательно прекратить военные действия, а также создать коридор для доставки помощи и эвакуации мирных жителей. В районе Восточной Гуте проживает около 400 тысяч человек. Инфекции риски власти блокируют его с 2013 года, что привело к острому дефициту продовольствия и медикаментов. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон. В суде округа Риверсайт, это в Калифорнии, прошло очередное слушание по делу Дэвида и Луизы Турпин. Но, похоже, ответы на вопрос, почему супруги превратили свое жилище в дом ужасов, пока так и нет. Напомню, отец и мать обвиняются в издевательствах и пытках в отношении своих 13 детей, самому младшему из которых было 2 года, старшему 29. Ангелина Багдасарян следит за развитием этой громкой истории. Новые эпизоды в деле Дэвида и Луизы Турпин. Сторона обвинения не раскрывает всех деталей, пока только цифры. В дело внесены изменения по 3 новых обвинения в жестоком обращении с детьми в отношении каждого из родителей и еще одно в отношении Луизы Турпин. Предыдущие обвинения в адрес супругов также остаются в силе. Итого порядка 40 эпизодов на каждого, в том числе пытки и издевательства. Сторона защиты от комментариев отказалась. По версии следствия, отец и мать морили голодом, приковывали к мебели цепями 13 своих детей. Также они разрешали купаться сыновьям и дочерям раз в год. Все это стало известно после того, как из дома ужасов, как успели окрестить жилища Турпин полицейские, сбежала одна из дочерей и позвонила в 911. История потрясла городок Пэрис, где семья жила все это время. Местная жительница Кэрол Андерсон пришла специально на слушание. Посмотреть в глаза супругам Турпин. Но, по ее словам, раскаяния она там не нашла. Я видела, что она улыбалась, раскачивалась и крутилась на стуле, на котором сидела, то влево, то вправо. Он же не оборачивался. Дети Дэвида и Луизы Турпин сейчас проходят реабилитационный период. Судья запретил любого рода контакт родителям с ними. Лучше всего, по словам специалистов, мальчикам и девочкам помогает терапия музыкой. Они научились играть на гитаре, петь, им нравится чтение и кино. Слова поддержки и подарки в адрес детей, оказавшихся в плену у собственных родителей, летят в Риверсайд со всего мира. Вещи, которые у нас тут есть, они со всего света. Вот открытка из Италии, например. Кроме того, люди продолжают перечислять деньги в фонд помощи пострадавших детей. Сумма уже составила более полумиллиона долларов. Свою вину Дэвид и Луиза Турпин по-прежнему не признают. А следующее слушание. В суде округа Риверсайд назначено на 14 мая. Но, скорее всего, сторона защиты будет просить отсрочки для более тщательной подготовки. Ангелина Багдасарянова с Ген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Риверсайд. Сразу после нашего эфира на канале Настоящее время итоговая вечерняя программа. И вот что будет главной темой у наших пражских коллег. Почему несостоятельна российская версия о появлении 400 килограмм кокаина в российском посольстве в Аргентине? И кто за этим стоит? Дипломаты или сотрудники ФСБ? Сегодня вечером в программе «Час Тимура Олевского». В Кенчхане накануне закрылись зимние Олимпийские игры. Российская делегация все же не удалась пройти на церемонии закрытия под своим флагом. МОК решил пока не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России. Однако допустил, что это может произойти уже в ближайшее время. Обсудим все итоги Олимпиады с Рафаэлем Саковым, который был нашим дозорным на играх. Что бы ты выделил, учитывая, что ты все это видел своими глазами? Ну, Рома, конечно, в первую очередь Олимпиада – это результаты, это медали, победы, поражения. И поэтому, конечно же, это уникальное достижение хотелось бы выделить чешской спортсменке Эстерли Децки, которая выиграла соревнования сразу и в сноуборде, и в горных лыжах, и сенсационная победа сборной Беларуси по биатлону в женской эстафете, и золото юных дарований 17-летнего американского сноубордиста Реда Джерарда, ставшая первым для США в Кенчхане, и триумф 15-летней россиянки Алины Загитовой в фигурном катании. Возьем Олимпийских игр традиционно являются лыжные марафоны, и норвежская Марит Берген, выигравшая женские соревнования, установила новый рекорд зимних игр. На ее счету 15 медалей, в том числе 8 золотых. Больше не завоевывал никто. У биатлониста Берн Даллина было 13. Сборная Норвегии в итоге выиграла и медальный зачет, а также с новым рекордом, завоевав 39 наград в общей сложности, из которых 14 золотых. Столько же первых мест у сборной Германии, но по серебряным медалям они в итоге на втором месте. Вот мы видим сейчас медальную таблицу. Сборная США показала четвертый результат, уступив канадцам в споре за первую тройку. А олимпийские атлеты из России, выступавшие под олимпийским флагом, стали в итоге 13-ми. Результат хуже, чем в Ванкувере 8 лет назад, но по общему количеству медалей 17 удалось превзойти и его, и показатель Сотлэйк Сити 2002 года. Второе золото игры добыли российские хоккеисты. Хоккейный финал, конечно, заслуживает отдельного упоминания. Он также приходится на заключительный день соревнований из-за решения НХЛ не отпускать своих игроков. Уровень турнира, несомненно, был самым низким за последние два десятилетия как минимум. И это позволило, к примеру, сборной Германии сенсационно добраться до финала, обыграв сначала шведов и затем канадцев. Они были близки даже к победе над очевидным фаворитом турнира по составу, сборной ОАР, российских атлетов. Лишь за 55 секунд до сирены россиянам удалось спастись, а затем вырвать победу в овертайме. Интересно, что это первое золото хоккеистов из России с 92-го года, когда команда также выступала под олимпийским флагом. После распада СССР спортсмены из бывших советских республик выступали за так называемую объединенную команду. При награждении золотыми медалями, в обреки указания МОК, российские хоккеисты спели гимн страны, а капелла поверх олимпийского гимна. Впрочем, в МОК уже заявили, что отнеслись с пониманием к этому, поскольку, цитата, это было сделано на фоне волнения, которое испытывали спортсмены, выигравшие золотые медали в необычных обстоятельствах. Хотя лидер россиян Илья Ковальчук сообщил позднее, что хоккеисты еще до матча договорились исполнить гимн в случае победы. Кроме того, в МОК заявили, что данный инцидент не станет препятствием для восстановления олимпийского статуса России. Дело в том, что накануне исполком МОК решил не снимать наказание с россиян досрочно и не позволил выйти на церемонию закрытия игр под своим флагом. Причиной для этого послужили сразу два случая позитивных допинг-проб российских спортсменов на этой Олимпиаде. Как мы уже рассказывали, вслед за керлингистом Александром Крушельницким была поймана бобслейская Надежда Сергеева. Однако в официальном сообщении МОК говорится, что эти случаи не имеют отношения к систематическому применению допинга в России, что вменялось вину по сочинскому скандалу, и в ближайшее время ОКР будет восстановлен в своих правах, если оставшиеся допинг-тесты участников игр в Пхенчхане дадут отрицательный результат. Прямо перед нашим эфиром я пообщался с главой американского антидопингового агентства Трэвисом Тайгартом, который говорит, что решение МОК будет крайне преждевременным, поскольку Россия еще не выполнила все предписания и фактически дважды нарушила правила уже в Пхенчхане. Никакого расследования этих случаев не проводилось. Мы не знаем, причастен ли к ним Олимпийский комитет России, в том числе к использованию спортсменами мельдония, триметазидина или других запрещенных препаратов. К сожалению, два члена команды, которая находилась под пристальным вниманием с возможным участием в церемонии закрытия на кону, тем не менее допустили такие нарушения. Конечно, необходима дальнейшая проверка. Спортсмены как минимум действовали небрежно или безответственно. В худшем случае использовали допинг намеренно. И мы не знаем, сколько человек могло бы быть вовлечено. Кроме того, российское антидопинговое агентство до сих пор не исполнило все предписания. Улики, обнаруженные в московской лаборатории, включая базы данных по данной схеме и образцы проб, до сих пор не были переданы. И они до сих пор продолжают все отрицать, допуская нападки на информаторов. Так что есть множество объективных факторов. Поэтому слова МОК о возможном восстановлении после Олимпиады просто возмутительны. И посылают ужасный сигнал спортсменам, федерациям или странам, которые обманывают весь мир на Олимпийских играх и коррумпируют их. Ну вот Трэвис Тайгерт на самом деле удивительный человек, потому что его в России российские СМИ, государственные СМИ преимущественно позиционируют как такого главного врага российского спорта. Хотя человек, по сути, делает какие-то просто комментарии от лица своей организации, в том числе американского антидопингового агентства. Так вот Тайгерт в итоге говорит, что в случае со снятием наказания, если это последует со стороны МОК, то это будет свидетельствовать о неком компромиссе со стороны Международного Олимпийского комитета и президента Томаса Баха, и о том, что политика порой оказывается даже выше олимпийских ценностей, олимпийских, именно принципов олимпийского движения. Давай напомним нашим зрителям. Олимпиада основная отгремела, сейчас стартует пара Олимпиада. Не менее значимые события для спортсменов с ограниченными возможностями, хотя, мне кажется, безграничными. Да, действительно безграничными возможностями. Напомним, будут ли там россияне? Будут россияне в том же самом статусе, в каком присутствовали олимпийские спортсмены-атлеты из России сейчас на Олимпийских играх, в том же самом статусе, то есть по дополнительному приглашению от группы, которая занимается непосредственно вот этими приглашениями спортсменов на игры, занимается теперь такой же комитет для Паралимпийских игр. И опять же никакого гимна, никакого российского флага? Да, опять же, ни флага, ни гимна, но опять же, если вдруг действительно Если на этой неделе произойдут какие-то изменения и все-таки, как многие ожидают, уже на этой неделе МОК может снять наказание с Олимпийского комитета России, то тут встанет уже вопрос к Международному паралимпийскому комитету. Почему бы и вам не снять те же ограничения и в таком случае позволить паралимпийцам российским также выступить под флаг? Спасибо. Это была увлекательная игра. Рафаэль Сааков, который был нашим олимпийским дозорным на Олимпиаде в Пхенчхане. Спасибо. Вы смотрите проект «Настоящее время. Америка». Прямой эфир из Вашингтона и Нью-Йорка на канале «Настоящее время». Смотрите нас в кабельных сетях ваших странах и в любой точке мира через сайт currenttime.tv на страницах «Настоящее время» в Фейсбуке. Не забудьте завтра в нашем эфире, в эфире нашего телеканала и на странице «Голоса Америки» в Фейсбуке прямая трансляция и церемония открытия площади Бориса Немцова в столице Соединенных Штатов в Вашингтоне. На следующие 15 минут мы передаем слово нашим коллегам в Нью-Йорке проекту «Время – деньги» Борис и Фертвой. Спасибо, Роман. Приветствую вас в Нью-Йоркской студии «Настоящее время» Борис Кольцов. В ближайшую четверть часа вас ждут новости экономики и финансов из деловой столицы мира. Коротко о главном. На мировых рынках ярко выраженный бычий тренд. В лидерах роста американский Dow Jones. Зачем американская Microsoft заключила договор о сотрудничестве с китайской Xiaomi? И новинки от Samsung, Nokia и Sony на всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. В Азии выше всех в зеленое сегодня ушел индекс Shanghai Composite на процент с четвертью. Японский Nikkei подскочил на проценты и две десятые. Гонконгский Hang Seng прибавил три четвертые процента. В Европе сегодня рост не такой стремительный, но вполне убедительный. В лидерах Лондон, закрывшийся на шестьдесят две сотые процента в плюсе. Париж прибавил полпроцента. Германский индекс DAX – тридцать пять сотых процента. DAX начал неделю достаточно хорошо. Его поддержали позитивные новости из Америки, вышедшие в пятницу. Кроме того, азиатские рынки также чувствовали себя неплохо. Я думаю, что одним из главных событий на этой неделе будет выступление нового председателя ФРС. И у инвесторов появится возможность узнать о планах американского Центробанка на будущее. По последним данным, вышедшим на прошлой неделе, темпы инфляции в США не столь высокие, как предполагалось. Поэтому фондовые рынки вздохнули с облегчением. И сейчас они не ожидают столь высокого повышения процентных ставок. Поэтому я думаю, что это будет самым интересным событием на этой неделе. В США сегодня быстрее всех растет индекс Dow Jones. В настоящий момент он прибавил 1,36%, а S&P 500 прибавил 0,92% и индекс Nasdaq в плюсе на 0,84%. Со мной в студии финансовый аналитик Сергей Глазырин. Сергей, привет. Спасибо, что нашел для нас время. Скажи, пожалуйста, вот с одной стороны рынок растет, с другой стороны продолжаются разные такие предсказания, не самые позитивные. Вот на твой взгляд, как следует относиться к прогнозу Goldman Sachs о том, что если американские государственные облигации, десятилетние, достигнут доходности 4,5%, рынок ждет 25% снижение? Я думаю, такой прогноз имеет смысл. Безусловно, аналитики у них хорошо поработали, пришли к такой оценке. А я не знаю, 25% это будет или нет, но сейчас мы видим, что доходность по американским государственным трешериям с десятилетним отпустилась ниже уровня в 3%. Она закрепилась уже ниже отметки, и если на 1,5% с этих уровней вырастет, 25% это, конечно, большое падение. Не знаю, 25% оно будет или не будет, но безусловно, рынки со столь высоких уровней отреагируют падением. Но я так понимаю, что все равно до 4,5% еще далеко, резко это не произойдет? Резко, конечно, нет, потому что Фед все равно мониторит ситуацию на рынке, и если резкое повышение ставок негативно отразится на котировках компаний, они могут притормозить свою политику. Хорошо, еще один короткий вопрос. Орен Баффет опубликовал в субботу ежегодное письмо о результатах своей компании. На что обратила внимание Уолл-стрит, только достаточно динамично? Интересно, как всегда, собрание акционеров у Баффета можно многому поучиться, потому что это самый, наверное, влиятельный, популярный, самый успешный инвестор. То есть он говорил о том, что не надо использовать leverage, то есть не надо использовать заемные средства. Когда компания только появилась, и они не использовали средства, и сейчас, когда у них есть миллиарды долларов, они также не используют средства, что позволяет им в момент, когда рынок сильно проседает, падает и настает кризис, у них нет вот этой долговой нагрузки, и они никому не должны выплачивать, и теряют только, например, только свои средства. Поэтому они могут купить. Ну, кроме того, у них еще выросли свободные денежные средства, они ищут новую компанию для того, чтобы купить. Ну, короче, им есть что купить на свои. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. С вами был Сергей Глазырин, один из наших постоянных экспертов. Вышедшая в конце прошлой недели рекордная статистика по рынку труда подогревает опасения игроков о более агрессивной политике Федеральной и Резервной системы в области поднятия ключевой ставки. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до 45-летнего минимума, указывая на сильный рост занятости в феврале. Уровень безработицы в США сейчас составляет 4,1%. Рынок труда близок к полной занятости, что, с одной стороны, подталкивает рост заработной платы, помогая поднять инфляцию к целевым 2%, с другой, вновь оживляет опасения, что ФРС ужесточит монетарную политику. Сейчас присутствует много положительных факторов в развитии экономики США, и некоторые из них появились совсем недавно, такие как сокращение налогов и изменения в федеральном бюджете, которые в конечном итоге являются экономическими стимулами. И мы знаем, что рынок труда продолжает оставаться довольно устойчивым. Поэтому, когда Федеральная резервная система видит статистику по числу заявок на пособие по безработице, которые находятся вблизи исторических минимумов, ФРС задает себе вопрос, стоит ли повышать процентные ставки больше, чем в 3 раза в этом году. Поживем, увидим. Я думаю, что люди очень сильно обеспокоены тем, насколько может быть повышена ставка в этом году, а также тем, чего ждать от нового председателя ФРС Паула. Но я думаю, что мы увидим еще три повышения ставки на четверть процента, с учетом того, что ФРС очень чувствительна к ситуации на финансовых рынках. И я думаю, они отреагируют, если волатильность на рынках повысится из-за того, что они слишком быстро повысили ставки. Поэтому я думаю, что ФРС будет на нашей стороне в течение этого года. ФИЧ подтвердила кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне 3Б-. с позитивным прогнозом. По мнению аналитиков, опрошенных ресурсом Investing.com, эффект от пересмотра рейтингов может обеспечить приток инвестиций на российский рынок в несколько миллиардов долларов. Однако многие эксперты отмечают, что весь позитив могут нивелировать новые санкции. На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство готовит новый санкционный пакет в отношении России. О нем будет объявлено в течение ближайших недель. Американский гигант Microsoft заключил соглашение о сотрудничестве с китайской Xiaomi. Речь идет о достаточно широком спектре взаимодействия, которое поможет американскому гиганту укрепить позиции в азиатском регионе. В договоре, например, значатся облачные технологии, которые позволят Xiaomi увеличить свою пользовательскую базу и обеспечить устройством полноценный и современный доступ к облачным сервисам на международном рынке. Кроме этого, обе стороны готовы работать над разработкой лэптопов, которые Microsoft будет продвигать на международном рынке. А голосовой помощник Cortana, созданный корпорацией Microsoft, может быть интегрирован в умную колонку от Xiaomi. Она не сильно известна в Европе и США, зато отлично продается в самом Китае и ряде других стран. Предполагается, что доля продаж к Xiaomi в сегменте умных колонок существенно вырастет благодаря такому слиянию, открыв для компании новые возможности и рынки. На открывшемся в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе представлена масса новинок и в первую очередь флагманский смартфон от Samsung. С подробностями мой коллега Евгений Маслов. К сожалению, мы этот репортаж ждем в эфире чуть позже, он еще не готов. Пока расскажу вам о том, какие новые взаимодействия на автомобильном рынке происходят. Акции китайского Gila Automobile Holding срезка пошли в гору после того, как председатель правления компании Ли Шуфу сообщил о приобретении доли германского автогиганта Daimler стоимостью 9 миллиардов долларов. После покупки 9,7% акций Daimler, Ли стал крупнейшим акционером немецкого автопроизводителя. Акции Gila подорожали более чем на 6,5% на фоне надежд на то, что компания получила доступ к технологиям производителя Mercedes-Benz, что повысит ее конкурентноспособность на быстро меняющемся рынке, фокус которого в последнее время смещается в сторону электромобилей и беспилотных авто. Gila в последнее время активно расширяется. Ее материнская компания J-Junk Gili Holdings владеет Volvo Cars и Lefs, имеет 3-миллиардную долю Volvo Trucks. И помимо этого, в прошлом году она приобрела мажоритарный пакет акций производителя спортивных автомобилей Lotus, 49,9% бумаг малазийского автопроизводителя Proton и получила контроль над стартапом TerraFugia, который намерен выпустить летающий автомобиль. Эксперты расходятся в оценке этой новости. Да, и сейчас у нас готов к эфиру материалы моего коллеги Евгения Маслова о новинках, представленных в Барселоне. Крупнейшая в мире выставка мобильных технологий Mobile World Congress начала работу в Барселоне. Глобальный хай-тек-форум сопровождается проведением конференций представителей IT-сектора, мобильных операторов, а также производителей мобильных телефонов. Компании щеголяют новыми смартфонами. Особый акцент в этом году делается на социальные сети и на том, насколько идеально для работы с ними подходят современные мобильные телефоны. В этом году Mobile World Congress – один из крупнейших в своей истории по числу участников. Более 2400 компаний у большинства для выставки был приготовлен сюрприз. Ключевыми темами на Всемирном мобильном конгрессе в этом году являются 5G и искусственный интеллект, и как они сочетаются вместе. Сети 5G действительно создают платформу, которая позволяет применять искусственный интеллект наилучшим образом. Быстрая связь, удаленная связь с облачным сервисом и более быстрое взаимодействие благодаря этому с компьютерной техникой. Samsung на выставке представила новое поколение своего флагмана – модели S9 и S9 Plus, посвятив этому отдельную презентацию. Но новинками они являются скорее больше по содержанию, внешние телефоны практически не отличаются от предшественников. И задача Samsung на выставке была, вне сомнений, продемонстрировать преимущество новых моделей. На самом деле, S9 не очень сильно отличается внешне от S8. Samsung действительно было необходимо в связи с этим улучшение некоторых ключевых функций, таких как камера, звук, эмоджис. И все это для того, чтобы люди поняли, что Samsung делает шаг вперед по сравнению с прежней моделью. Японская компания Sony подготовила для анонса на выставке в Барселоне два флагманских смартфона стандартных размеров и компактный. Sony решила довольно радикально поменять внешность своих флагманов. XZ2 будет иметь экран Full HD в 5,7 дюйма, а модель XZ2 Compact – 5-дюймовый, того же разрешения. Анализируя аудиоданные, наша динамическая вибрационная система превращает аудиосигнал в вибрацию, чтобы вы могли наслаждаться ощущением от вибрации во время просмотра потокового видео, фильма или музыкального видеоролика, или во время игры. Компания HMD, которая принадлежит права на выпуск смартфонов под брендом Nokia, тоже отметилась эффектной презентацией, также представив флагманский смартфон. Nokia 7 Plus имеет 6-дюймовый экран HD с разверткой 18 к 9. Ключевым моментом здесь является то, что мы интегрировали дизайн, который приятно держать в руках. Nokia 7 Plus отличается выдающимся качеством изображения с троекратной оптикой. Высокочувствительная основная камера соединена с телеобъективом, обеспечивающим очень плавное увеличение изображения. Nokia к тому же приятно удивила своих поклонников тем, что в Барселоне представила возрожденную модель Nokia 8110. Впервые ее выпустили в 1996 году. Она стала культовой после появления в кинотрилогии «Матрица». Теперь модель с экраном, как у смартфона, и с интернет-сетью 4G. У 8.1.10 своя операционная система. И компания, выпускающая телефон, заявила, что работает с Google и Facebook над оптимизацией приложений для своей модели. Mobile World Congress более 10 лет проводился в Каннах, но павильоны дворца фестивалей Канн уже не вмещают всех участников. Барселона официально стала теперь столицей Mobile Expo. Теперь до 1 марта ведущие представители отрасли, операторы связи и производители смартфонов в ходе семинаров и встреч будут обсуждать настоящее и будущее индустрии. На сегодня у нас все. Еще раз прошу прощения за технические накладки. Увидимся в завтрашнем эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...